Я всех приветствую, добрый вечер, меня зовут Алекс, меня можно, ну или Саша, как кому удобнее. Я зову себя Алекс Серпент, начал печатать на страницах ВКонтакте и Фейсбука историю, которая произошла полтора года назад, почему меня зовут Серпент, когда у меня был некоторый опыт шаманского путешествия, и пернатый змей, Серпент, значит, проявился на этом шаманском путешествии. Вот, ну, мы поговорим сегодня о магических шахматах, сейчас я вам покажу, вот таких, это не обычная шахматная доска, а как раз магическая шахматная доска, я расскажу принцип ее работы, и расскажу о курсе, который у нас начинается, полгодовой курс по Талтекам, который у нас начинается в середине марта. Я в 2019 году брал курсы у мексиканского целителя и шамана Серпио Маганья. По сути, это единственный, как бы, человек, мне известный в мире, который популяризирует Талтеков. Вот, я не знаю, кто еще их популяризирует, потому что наследие Карлса Кастанеды Клердерин проводит только семинары по пасам Тен-Сегрити, то есть традицию Талтеков они не популяризируют. Вот, а кто такие Талтеки, буквально в двух словах, и что это за традиция? Значит, Талтеки – это самая развитая, самая мощная индейская цивилизация из всех существующих индейских цивилизаций, которые были на территории Северной и Южной Америки. Их основное достижение сводится к тому, что Талтеки стали использовать тело сновидения практикующих, то есть, когда мы смотрим сны, чаще всего мы как заложники некоторого действия. Мы смотрим, как бы, фильм с очень странным сюжетом, где происходят очень странные какие-то сцены часто, да? Вот, а, значит, Талтеки стали исследовать эту тему и выяснили, что существует некоторый двойник, то есть мы в наших снах, которого они называют тело сновидения, которое может развиваться, так же, как наше физическое тело, когда мы рождаемся, ничего не умеем, то есть не умеем ни ходить, ни ползать, и мы постепенно осваиваем какие-то навыки, развиваемся в этих навыках, точно так же наше тело сновидение способно эволюционировать, развиваться, и на способностях этого тело сновидения можно добиваться, то есть иметь такие результаты, которые в обычной жизни невозможно получить, связанные с перемещением в пространстве, ну и другие. Когда конкистадоры пришли в Мексику, ну они пришли как бы в Центральную Америку и на территорию современной Мексики, и столкнулись с Талтеками, они были очень сильно напуганы, потому что они столкнулись с чем-то таким, с чем раньше западная цивилизация никогда не имела дела. Со всеми их пушками, мушкетами, ружьями на тот период. Они поняли, что они сталкиваются с, казалось бы, более примитивным народом, но который обладает какими-то способностями, которых нет у европейцев. Поэтому они, конечно, очень сильно были напуганы теми способностями, которые были у Талтеков, и они стремились в первую очередь их уничтожить, то есть устребить этих людей с такими способностями. Поэтому традиция Талтеков, она ушла в подполье и передавалась устно, существовала устно на протяжении столетий. То есть вот конец 15 века Колумб открыл Америку, с 16 века активно завоевывается территория современной Мексики, вот с 16 по 20 век это фактически устная такая традиция, передаваемая по линии шаманов, которая стала популяризироваться только совсем недавно, потому что у нас был 2012 год, во всем шаманском мире он признается как точка перехода, 21 декабря 2012 года, когда у нас в газете писали, что вот конец света, согласно там якобы, да, какой-то там конец света, согласно календарю Ацтеков, на самом деле это точка перехода, потому что в мировоззрении тех же вот Талтеков есть эпохи Солнца, и мы сейчас заканчивается эпоха Пятого Солнца, и мы переходим в Шестое. И вот эта вот дата, которая была в декабре 2012 года, это никакой не конец света, а это был последний день, когда сила Пятого Солнца была сравнима, была больше и сравнима, не сравнима, как сказать, была чуть больше, чем сила Шестого Солнца, потому что это некоторый такой период, коридор перехода, который длится у них 20 лет примерно, и, соответственно, начиная со следующего дня, с 22 декабря, нарастает сила Шестого Солнца. Окончательный переход будет в мае 2021 года, всегда эти эпохи перехода сопровождаются бедствиями, на поверхности Земли далеко ходить не надо, это весь 2019 год у нас были пожары, то есть у нас там горела половина Сибири, потом половина, ну не половина, треть, наверное, амазонских лесов горела, и Австралия выгорела со всей ее флорой и фауной наполовину, то есть реально как бы континент, можно сказать, если вы смотрели видео, какие там пожары были, какой высоты, то она практически наполовину сгорела, ее растительность, вот, континента Австралии, то есть все эти переходы, они болезненно очень воспринимаются, как бы Пятое Солнце, Солнце предыдущее не так просто отдает свою власть, и, видимо, стоит ожидать чего-то подобного, вот в этом году, в 2020, вот, ну и до лета, фактически, 2021 года, вот, но каждый из эпох отличается своими, как бы качественными характеристиками, и конкретно вот то Солнце, в которое мы переходим, шестое Солнце, да, это эпоха обезьян, в которой очень будет прогрессировать креативность, возможные креативные проекты, это вот то, что будет на поверхности, как бы само просто вот идти, и, наверное, каждый из вас уже может для себя отметить, что тот мир, который был, например, 20 лет назад, там, или 15 лет назад, или 10 лет назад, его нет, его нет, никогда уже больше не будет, то есть мы живем совершенно в, как бы в другое время, особенно это остро чувствуется, вот последние годы, как сильно меняется мир, и, соответственно, хорошо знать, как себя вести грамотно, чтобы быть, как бы, в созвучии с этой новой реальностью, которая вот сейчас наступает, уже проявляется очень конкретно, ну, то есть конкретно нужно заниматься своими проектами, своими проектами, не одним, так вторым, не вторым, так третьим, развивать их, вот, и об этом в том числе будет на курсе, то есть, значит, если в двух словах, у нас начинается курс по Талтекам, он фактически такой полноценный, хороший, полный, добротный курс, полугодовой, это, значит, шесть месяцев, из которых для тех, кто берет курс, первые три блока, он разбит на шесть блоков, первые три блока, они, как бы, обязательные, вот, курс буду вести я, Юлия Силова, это, это, значит, моя соведущая, которая живет в Великобритании, свободно владеет английским, потому что у нас источники информации все на английском, вот, по профессии, по образованию она экзистенциональный психотерапевт, вот, значит, Юля и Надя, вместе с Надей они будут вести их блоки, половина блоков будет их, половина мои, значит, стоимость, на данный момент у него 5200 рублей в месяц, вот, то есть это 85 долларов примерно в месяц, это такая совсем, ну, как бы, пассивная цена, небольшая, потому что у серфио того же Магани, когда мы на семинары, значит, ездим, берем у него какие-то блоки, тоже юнит, у нас стоит 600 долларов два дня, то есть цена ниже, не знаю, там раз, наверное, в 7-8, но она продолжает расти, то есть имеется в виду, если кто-то примет решение идти на курс, то эта цена вот сегодняшнего дня, каждую неделю она увеличивается на 10%, вот, увеличивается до середины марта, сам курс начинается примерно через месяц, в третью неделю марта, дата будет уточнена, но это третья неделя марта, совершенно точно, примерно через месяц, значит, занятия один раз в неделю, по полтора-два часа, и, ну, соответственно, это 4 занятия в месяц, для тех, кто пропускает по каким-то уважительным причинам занятие, будет возможность просматривать его в записи, правда, мы ставим такое ограничение, что, как бы, ну, вот из 4 занятий в месяц, 2 он может просмотреть записи, и на 2 присутствовать, потому что, часть этого курса, это групповая работа, нам нужно, чтобы человек в том числе был в группе, желательно, чтобы был в группе, то есть, понятно, что все занятия все равно, он как бы просмотрит в том или ином виде, но его присутствие в группе крайне, желательно, необходимо, группа уже формируется, у нас 15 человек идет на курс, и я думаю, что где-то к середине марта, ну, я не знаю, сколько точно, но, может, человек 30, наверное, было 30-35 в группе, и вот с такой группой мы его начнем. Значит, я сейчас тогда покажу программу, быстренько курса, и потом, значит, перейдем к та, значит, сейчас я покажу, потом к шахматам перейдем. значит, это... так, я вот, вы видите на экране, да, это, соответственно, начало курса, Надя вот выложила запись, значит, первые два блока здесь описаны, то есть первый блок, это пять занятий, значит, космогония, вся основная космогония Талтеков излагается, то есть первое занятие веду я, это рассказывается про эпохи предыдущих пяти солнц, чем они характеризовались, чем характеризуется эпоха шестого солнца, а также рассказывается о всех циклах, которые приняты в космогонии Талтеков, то есть циклах Плеяд, Солярном, цикле Венеры, Луны, и так далее, у Талтеков все очень сильно, как бы, очень сильно развита нумерология, не просто развита, она в основе всего лежит, то есть там конкретное количество идет подкейные действия вдохов и выдохов, циклы все на определенных, как бы, цифрах основаны, то есть это вот те знания, которые нужно будет знать, чтобы работать с магическими шахматами, вот, соответственно, второе занятие, это вот эти вот все их цифры, от 1 до 13 и выше, и дыхательная практика, которая уже будет вести, Юлия с Надей, потом, третье, четвертое и пятое занятие, это, по сути, рассказ об их представлениях об устройстве мира, у Талтеков, значит, мир представляется в виде цветка, то есть вот есть, как бы, такие тычинки, которые тянутся вверх, да, это верхний мир, 13 небес, как они называют, и такие слои, и каждый слой, как бы, о своем, потом, серединный мир, на котором представлены четыре силы направлений, то есть направления на север, на юг, на запад, на восток, и эти все силы, они характеризуются, ну, своим, то есть каждый из них, соответственно, за свое, вот, и нижний мир, девять подземных миров, это, как бы, строение, это ножка этого цветка, уходящая вниз, то есть вот такая у них модель мира, вот об этом и по всем, вот, Надя с Юлией, они будут детально с практиками рассказывать на занятиях третьим, четвертым и пятым, включая, вот, четвертое занятие, где будет, вот, рассказано об энергетических центрах, как их видят Талтеки, на теле человека, это что-то сродни чакрам, известным на Востоке, но, тем не менее, немножко отличается, и вот, Юля расскажет в деталях, чем отличается, и как, значит, через какие практики можно делать, выравнивание, как бы, гармонизацию работы чакр, вот это вот все на четвертом занятии, это вот первый блок, после того, первый блок закончился, начинается второй блок, и второй блок, это, по сути, это каждое из занятий на одного из детских клипов, детская клипока, это сила направлений, это фундаментальные такие основы, поэтому это нужно отдать обязательно, чтобы потом с этим работать, вот, соответственно, на первом занятии я расскажу вообще о четырех детской клипоках, и о том детской клипоке, который считается демиургом, то есть у них демиург, это, ну, в принципе, и в других традициях во всех, как бы, известно, что есть некоторые, как бы, демиург, творящие реальность, и вот то, что мы видим, как глаз, во всех традициях, и на востоке, это есть тот, кто там интересуется Индией, и во всяких эзотерических традициях Европы, я не знаю, и у масонов, и у всех есть самое это понятие, это глаза, и в Египте, древний Египет, это глаз гора, вырванный у него, вот, и, значит, на значке доллара, если вы помните, если его перевернуть, то, там на обратной стороне, там с левой стороны, изображается пирамида усеченная, и в ней, как бы, наверху глаз такой, да, этот же глаз присутствует на архитектурных сооружениях, на многих в Европе, которые сооружались, там, наверное, с 17 по 19 век, в том числе, на фронтоне, Казанского собора в Санкт-Петербурге, он просто стоит, и, так сказать, на фронтоне, из него, там, лучи во все стороны льются, конкретно, глаз никакой не, не от, не от колоты, никак не отпилятый, никто его не отпилил, он смотрит конкретно на Невский проспект, на главную артерию города, вот, прошитый в этом соборе, по сути, это масонский символ, символ, потому что, ну, вот, конкретно Казанский собор, и Исаакиевский, это все, детище масонов, создаваемое в Петербурге в тот период, вот, в общем, этот глаз, это глаз черного, так сказать, лепоки, у нас будет практика совершенно уникальная, выхода в осознанное, в состояние осознанного восстановления на этот глаз, мы в той группе, в которой, с которой я занимался последние полгода на скайпе, ее практиковали два раза, это был третий раз, вот, третья попытка, и в группе, ну, может, не с первого раза, а с второго, на глаз выходит подавляющее большинство группы, то есть, они его начинают видеть, его увидев, можно заикарить, потому что заикарив, ну, как вот в NLP есть понятие якорей, в дальнейшем можно слать команды на этот глаз, когда вам нужно что-то вот в данный момент, как конкретно, быстро, моментально, чтобы оно развернулось в пространстве, желательно образно, я это все расскажу, это очень все интересно, на самом деле, и про глаз черного тецкоклипоке, и про него самого, вот, и последовательно, занятие 2, 3, 4, это оставшиеся три тецкоклипоке, то есть, второй тецкоклипоке, это красный тецкоклипоке, или шепитотик, это направление на запад, вот, там у нас присутствует, живет энергия жизни и смерти, все процессы связаны с регенерацией, то есть, с умерщвлением ненужного в теле, и наоборот, возрождением новых клеток, вот, здоровых клеток, это все вот шепитотик, значит, третья сессия, это голубой тецкоклипоке, уцилопочтли, это, ну, или там голубой калибри, у них везде животные, тотемные животные на каждое из направлений, вот, это некоторая сила, связанная с, ну, как бы, это дух воина, связанная с дисциплиной, с преодолением препятствий, вот, там, где нужно проявить дисциплину, там, где нужно преодолеть некоторые препятствия, расчистить, это вот все, значит, ну, как говорится, вот, заведует эта сила, сила юга, направления юга, южный тецкоклипоке, значит, и восточное направление, это кецальпуарль, у них белый тецкоклипоке, сила, связанная с мудростью, со знаниями, и с трансформацией, вот, об этом будет второй блок, сейчас я, значит, попробую, это была первая у нас картинка, да, сейчас я попробую, значит, вторую, загрузить, вот, да, и, значит, здесь показан третий, четвертый, пятый блок, третий, это конкретно магические шахматы, это некоторая технология, которая находится на стыке знаний талтетов и европейской традиции, сейчас вот я в следующие 15 минут о ней более подробно расскажу, конкретно про структуру шахтной доски, как делать диагностику и выявлять свои запросы, то есть выделить, что, по сути, человек, играющий на шахтной доске, хочет, хочет изменить по разным направлениям в своей жизни, со здоровьем, с состоянием технических органов тела, с, не знаю, с тем же бизнесом, каким-то проектом, который у него есть, с отношениями, вот это вот все вот рассказано и как, соответственно, проигрывается эта партия, как она играется, вот, это все третий блок, вести его буду полностью я, это один месяц, четыре занятия, значит, четвертый блок, это, четвертый блок, это тональ и навгуаль, то есть тональ, это как бы сил, ну, так сказать, есть два мира, проявленные и непроявленные, там, у Карлса Кастанеда они также описаны, вот, и вот изучение этих миров, и изучение той части нас, которая связана с нагуалем, это вот содержательная часть этого блока, его вести будут Юлия и Надя, очень интересный по содержанию блок, потому что там нужно работать с масками и зеркалами, и через эти маски и зеркала выходить на ту часть себя, которая связана с нагуалем, с личным нагуалем, вот, потрясающий должен быть блок, он вот блок номер четыре, пятый блок хилинговый, где рассказывается, как вообще в техниках талтеков происходит целительство, вот, у них рассматривается так, у них считается, что энергии текут там, по всяким, там, меридианам в теле свободно, и вот там, где энергия, как бы, образуется застой, то есть, естественно, есть какие-то ситуации, есть какие-то предпосылки для этого, то есть, какой-то затык, какая-то неразвязанная, узел какой-то, какая-то ситуация там, тупиковая, конфликт интересов и так далее, который случился вот, у человека, либо у его предков, потому что очень много мы наследуем от папы с мамой и от предков в наших поколениях, ну, прямых предков, количество проблем, которые наследуются кармически, да, от предков, оно на самом деле их больше, чем вот те, которые мы наработали, так сказать, в течение нашей жизни сами, вот, поэтому, когда образуется такой узел, эту энергию, ее можно найти в теле диагностически, то есть, она видна визуально, ее можно почувствовать энергетически, это такая темная, более темная сгусток энергии, более тяжелая она по ощущениям, вот, и она такая черноватая, темно-серая, черноватая, такая по цвету, вот, и, значит, в этом блоке будет рассказано, как проводится классический вариант, целительства или чистки, развязывания узла у Талтеков, когда эта энергия находится, ну, то есть, вначале там идет, вообще, анализ запроса, с которым выходит человек, человек выходит с какой-то проблемой, он как-то ее формулирует, может, вообще, как он формулирует, никак не связано с той, реально, болью и причиной, которая стоит за этим явлением, но он, тем не менее, хочет с этим работать, потому что, ну, хочет быть здоровым и счастливым, и не хочет, вот, продолжать страдать, мучиться, чтобы у него болело тут, вот, поэтому вначале идет, вот, как бы, работа с ним, анализ, а потом непосредственно энергетическая работа, как у Талтеков, примерно полчаса длится, через работу с тонкими телами, с энергетикой клиента, ну, человека запросивца, вот, и сбор этой энергии, и вывод ее в землю, вот, то есть, земля потом забирает, вот, это будет показано на практике, как это делается, мы это делали полгода, и это реально работает, то есть, у нас девочки, которые обучались, некоторые, они обучились прямо эти технологии, казалось бы, у человека с нуля начинает работать, на самом деле, у всех, кто реально начинает практиковать, и, ну, короче, штука работающая, называется, психическая операция, называется, у Талтеков, и плюс дополнительные практики будут здесь по задействованию в таких вот, как бы, цивильных сессиях тотемных животных силы, потому что у Талтеков много тотемных животных, каждый из них ответственен за свое, знать, какое животное за что отвечает, знать свое личное, знать, какое подходит к тебе для работы по тому или иному запросу, как его, значит, позиционировать в теле, вот это вот все будет рассказано здесь, плюс работа с обсидианом, обсидиан это рабочий инструмент у Талтеков, это вулканическое стекло, некоторый проводник, который позволяет через обсидиан, но он проводник, по сути, он позволяет эту энергию, темную, да, как раз массу собрать, вот на обсидиане, это можно делать с водой, зарядка воды тут же в этом же, и работа с предметами в доме, из пространства, не дома, это всего хилинговый блок, шестой блок я пока не добавил, но это будет блок, связанный с работой со своим энергетическим телом, то есть всего это будет 6 блоков, 24 занятия, или полгода, 6 месяцев, значит, блоки 4, или 5, или 6 выбираются человеком по желанию, то есть кому-то может быть, вот, зарез нужен хилинг, он хочет, по крайней мере, понять все принципы работы, узнать эту технологию, как бы, если самому не работать, то знать, как, когда к ней обратиться, вот, кто-то хочет, может, работать больше в сторону, узнать больше о Таннале, Набуале, то есть это 4, 5, 6 блок, они потом по желанию выбираются, а первые 3, они обязательны, вот, значит, это, так, сейчас я переверну, вот так вот, у нас, а, значит, это, по курсу, ну, соответственно, в конце занятия можно будет задать любые вопросы, связанные с курсом, и сейчас я расскажу о магических шахматах и о том опыте, который у меня был буквально день или назад, то есть у нас прошел семинар дополнительный по магическим шахматам, его проводил в Сергию, вот, и, значит, ну, что сказать, значит, у шахмат, которые остались в современном варианте, известные нам, когда у нас доска, 8 на 8, это такой вариант, как сказать, усеченный, у него, естественно, есть предыстория и более глубокий сакральный смысл, вот, сами шахматы появились, впервые были найдены в Африке, и потом присутствуют практически во всех индоевропейских цивилизациях, то есть они есть и в Индии были, и в Персии, и в Европе, и в той же, в том же древнем Египте они были, когда древние Египте фигурки изображались, это были фигурки вот тех богов, которые у них приняты часто с верхней частью головами животных, то есть там Анубис, Исида и так далее, это вот вариант шахмат древнего Египта, естественно, каждая страна вносила свой, свой, как бы, ну, нечто характерное для культуры и особенностей страны, то есть в Мирбиндии там появились слоны, вот слоны, а в Европе слонов нет, поэтому у нас как бы вместо слонов кони, вот, а не кони, а наоборот, эти самые, как бы офицеры, такие изображения, офицеры, вот, мы произносим слон, но нет фигурки слона, по крайней мере, вот, и, значит, у Талтека в том виде, в котором у нас как бы шахматы известны в Европе, такого, конечно, варианта не было, но когда пришла конкиста и, значит, пришла европейская цивилизация, у них, по сути, стало происходить существование двух культур на территории Мексики, это до сих пор происходит, если вы в Мексику приедете, вы увидите, во-первых, это страна, интересная тем, что у них 80% населения или 90% имеют индейские корни, имеется в виду, что люди выглядят как индейцы, чисто некоторые вот прям напрямую как индейцы, а половина выглядит как смесь, то есть явно с индейскими предками, это не европейцы внешне, да, ну, тоже как бы индейские корни явные, вот, я не знаю, как называется человек, который является потомком белого и индейца, я не знаю, а не метис, наверное, вот, надо уточнить, как называют их, значит, вот мексиканское население такое, и они до сих пор, у них принято в обществе, они идут в случае какой-то проблемы или болезни, разного плана, даже вот болезнь на физическом уровне или проблема какая-то в жизни, они обращаются как к официальной медицине, так и к неофициальной, параллельно у них это все существует, массово, это не просто там отдельно люди, а массово, они идут к тем же брухо, к тем же шаманам, за тем же советом или той или иной практикой, вот, параллельно с тем, что им предлагает медицина официальная, вот, и, значит, соответственно, шахматы появились на стыке того, что принесла Европа и то, что известно у них, у талтеков, согласно и космогонии. Значит, если посмотреть на шахматную доску, я не знаю, как вот будет удобно, я могу так показывать или могу, ну, давайте так покажу, а потом на экране, может быть, будет более статичный вариант, можно будет видеть, да, здесь видно, что она отличается от обычной доски, то есть, это доска, в которой не 8 на 8, а 16 на 16 клеток. Значит, движение на этой шахматной доске происходит по контурам, вот, самый главный контур, вот он в центре, 4 клетки, вообще в основе идет число 8, имеется в виду 4, плюс 8, 4 плюс 8, это 12, это следующий контур, потом еще плюс 8, это получается 20, плюс 20 плюс 8, это 28, вот этот вот контур, то есть, вот так вот они не ходят, они ходят только по контурам, фигур будут ходить, за исключением диагонали. Значит, после 28, 36 контур, вот он, где красивые всякие изображения, изображены, потом плюс 8, 44, потом плюс 8, 52, и 60, это все как бы разные уровни, разные слои. В зависимости от типа запроса и типа проблемы, игра на шахматной доске происходит тем человеком, который хочет запустить некоторые процессы в реальность, окружающая мира, она происходит на том уровне, который соответствует типу проблемы. Например, вот очень, начну просто с простого, вот там, где у нас 4 клеточки, это уровень работы с элементами, то есть, у талтеков, так же, как и в европейской традиции, в той же алхимии, существует 4 элемента, ну, или как у нас говорят, стихии, это огонь, земля, вода, и вместо воздуха у них ветер. Они соответствуют шаманскому кресту, то есть, имеется в виду, что направление на восток, это элемент огня, направление на юг, это элемент воды, направление на запад, элемент земли, и направление на восток, элемент ветра. У них ветер, вместо воздуха. Считается у них, что мир в процессе своей эволюции, развития, он усложнялся, как бы он эволюционировал, как бы более сложным становился, и все эти элементы, они отражаются в других. И вот это отражение порождает то, что элемент присутствует не в одном виде, а их четверки. То есть, существует 4 разных варианта огня, существует 4 разных варианта воды, 4 разных земли, 4 разных ветра. Проблемы в физическом теле человека очень часто связаны с дисбалансом тех или иных элементов. То есть, мы носители в том числе этих элементов, и они присутствуют в нашем теле, все эти элементы в той или иной пропорции. Я просто приведу, чтобы было более понятно, какие-то такие простые примеры, как бы вот коснусь их. Например, если мы берем огонь, есть такой элемент огня, это молодой, пожирающий, сжигающий огонь. Это тот огонь, который уничтожает и сжигает. То есть, конкретно леса Сибири и леса, и вся флора, и фауна Австралии горела, и, так сказать, сжигалась на энергии молодого огня. Помимо этого молодого огня, есть 3 других огня. Там второй огонь, это огонь, как бы, на который, на кухне готовят. Это такой мягкий, его называют иногда женский огонь, мягкий, такой, как бы, дозированный огонь. Совсем другой характеристик. Он не, это не пожар. Вариант пожара и сжигание, это первый тип огня. Значит, когда у человека этот огонь, вот первый молодой огонь, присутствует в теле, и его происходит избыток, то такие люди, если этот огонь не находит, как сказать, вариант выхода во внешний мир, для того, чтобы, там, горение это происходило, да, созвучное в природе этого огня, то человек склонен поджигать себя изнутри. То есть, поджигать себя изнутри, это означает, что у человека склонен к тому, чтобы у него происходили внутренние воспалительные какие-то процессы, вообще к воспалительным процессам, и потенциально к раку. Рак, в большинстве случаев, возникает как раз на энергии молодого огня. Вот, если недостаток молодого огня, вот этого первого огня, то человек, наоборот, склонен к депрессиям. Тот, кто, он из них, можно сказать, не вылазит из-за состояния депрессивности, вот, но у кого этого огня хватает молодого, ему депрессия, в принципе, неведома. Ну, это человек как-то внутренне более такой, там чувствуется, что внутреннее, что-то горит у него прямо, там не до депрессии, вот. Однако, к различным психосоматическим проблемам может приводить, вот, если есть дисбаланс, его чрезмерное присутствие и нет выхода во внешнюю среду, то, в том числе, на психосоматике может происходить, вот это вот, как бы, ну, проявляться. Другой вариант, вода. Вода ответственна за эмоции, то есть те люди, которые склонны к эмоциональным, как бы сказать, вот их захлестывают эмоции, переполняют эмоции, как потоп, их просто это самое, как бы, поглощают, топят, да, такой тип, как бы, личности, темперамента, это где много воды, вот первого типа, да, вода, и потенциально, в принципе, где слабая зона, уязвимая для этих людей, это те люди, которые склонны, у которых есть склонность к зависимости, она может не развиться, может никакой зависимости не быть, но потенциально, именно люди с первого типа водой, с ее избытком, склонны к зависимости, это может быть наркотическое, алкогольное, и другие типы зависимости, там, третий у нас элемент, где земля, это инфекции, да, я, то есть, как бы, определенный тип земли, вот я помню просто, это цепляние инфекции, ветер связан с проблемами, с дыханием, с респираторной, может быть, связан проблемами, в общем, вот эти вот дисбалансы, они есть в, они присутствуют в той или иной мере в теле каждого человека, то есть, что у нас будет даваться на курсе, это внутренняя диагностика, нужно будет себя продиагностировать по этим четырьмя, четырем элементам, по идее, не по четыре, а по шестнадцать, потому что их четыре на четыре, шестнадцать, каждого элемента четыре, то есть четыре огня, четыре воды, четыре ветра, вот, и, соответственно, если это отзывается, грубо говоря, если так вот явно проявлена эта проблематика, то программирование, выравнивание будет происходить внутри этого квадрата, это работа с элементами конкретно, например, берется огонь, и человек выделяется, что нет таких проблем, там, по воде, там, по ветру, вот, по огню, самое там актуальное, и он, соответственно, берет четыре, четыре фигуры, ставит их в центр, это не так, как в обычных шахматах, все по-другому будет делаться, вот, ставит их в центр, и происходит определенное программирование, когда они будут двигаться по кругу, некоторые программы будут запускаться, у Сергея приводилось в такой случай, что у него пришла женщина на курс, которую зовут, ну, а мексиканка, ну, помню, сколько там, 15-20 школ, только в Мексике своих, вот, он, ну, очень популярен, самый популярный у них сейчас в Мексике, как шаман, вот, и у него прям там этих самых, десятки тысяч учеников, у учеников целая, как бы, школа, сеть школы разветвленная, вот, последовательные, вот, и у него пришла на курс женщина, которую звали Кармен, и у этой Кармен, у этой Кармен было внутреннее воспаление, как раз, у нее был дисбаланс по элементу огонь, по первому элементу, значит, ну, она так прикольно рассказывает, что пришла эта Кармен, она прослушала весь двухдневный курс, то есть два дня, это каждый день по 8 часов, и к концу этого курса она не так много чего поняла, то есть она поняла, может быть, наверное, там 20% или 25, да, из всего этого курса, она поняла главное, что с ее проблемой она может с эти, с помощью этих магических шахмат справиться, вот, и она запомнила, на каких уровнях и как, просто она должна, там два варианта всего, как она может с этим работать, среди этих уровней, вот уровень первый, где четверка, и еще один уровень, я сходу не помню, но, по-моему, это на декадах тоже можно, то есть на, где цифра 36, вот, и она начала это программировать, то есть, грубо говоря, для себя сама, да, и у нее первое воспаление ушло, но появилось второе, то есть имеется в виду, там какой-то был более сложный процесс, то есть их было больше, чем одно, просто первое, вот, когда болит где-то в каком-то месте, ты чувствуешь, ну, где сильнее болит, ты думаешь, что болит только там, а на самом деле можешь не только там болеть, может еще латентно скрытый процесс идти, вот, в общем, она справилась с двумя этими, значит, своими воспалениями, полностью их вывела из тела, выровняла, так сказать, нормализовала, значит, и взяла этот курс у Сергея повторно еще два раза, то есть она ходила на этот курс, все это записывала, все, так сказать, ну, в своем темпе, как у нее получалось, вот, и привело это все к тому, что сейчас она профессиональный, как называется, чест-плеер, то есть она шахматистка по магическим шахам, то есть она это делает для других людей, это стало ее профессией, бизнесом, вот, причем не просто стала профессией бизнесом, она даже на этом приобрела дом, потому что, по сути, это магия элит, это магия элиты, я потом расскажу, ну, сейчас могу рассказать, история, в том числе, которую Сердю упоминал нам, нам и рассказывал, что когда он вел этот курс, у него ведется уже там, не знаю, лет 15, наверное, вот, только он его читает, вот, где-то лет 10 назад, когда у него, он уже читал несколько лет его в Лондоне, он в основном читает в Соединенных Штатах Америки, в Россию он не приезжал, и, я думаю, не приедет, вот, на русском, а у него и так все там забито, расписано, по дням в течение всего года, он читает в Соединенных Штатах Америки, в основном, это Нью-Йорк и Сан-Франциско, зона залива в Мексике, у себя во всех школах, в Канаде и в Европе, то, что он как бы захватывает, в Европе у него идет регулярно Лондон, а также, значит, Германия с Италией, вот эти вот две страны, дополнительно сейчас, вот, примерно на таком же уровне, как и Лондон, вот, но в Лондоне, он, можно сказать, первый семинар, ну, наверное, потому что он свободно говорит на английском, поэтому, ну, на испанском, его родной, на науатле он говорит, на языке, на котором говорили Талтеки, вот, и на английском он говорит очень хорошо, да, с акцентом, с мексиканским, но, хороший словарный запар, все понятно, очень, так сказать, свободно владеет, вот, и он читал в Лондоне, и где-то уже читал этот курс, пошаг на лет пять, он рассказывает, что на его курс в один момент пришли, курс не читается каждый раз, он читается там раз в год, или раз в два года, там, в комплектном месте раз в три года, вот, и в какой-то момент на курс пришли три таких чувака странной такой наружности, вот, то есть, они были одеты в черное, в черных таких плащах, напоминали собой волшебников из Гарри Поттера, или там, персонажей этого фильма, из сказки, вот, и они молча слушали весь семинар, когда семинар, значит, закончился, подошел к концу, они подошли к нему и сказали, типа, ты знаешь вообще, что ты такое читаешь? Он говорит, шахматы. Они говорят, ну, ты понимаешь, какая традиция, и вообще, и что это, содержание какое за всем этим стоит? Он говорит, ну, это шахматы. Они говорят, это энхианская магия, то, что они сформулировали. Он понятия не имел на тот момент, что такое энхианская магия, но он потом погуглил, узнал, как бы, поинтересовался этим, узнал, что эти люди, которые приходили на его курс, это телемиты, вот, и, значит, через призму их восприятия, как бы, познакомился с тем, вот, как они на это смотрят, вот, ну, у них есть, тут некоторое созвучие в их традиции, потому что у того же Кроули говорится, что, типа, можно не быть просто заложником, да, а главное выбирать, да, то есть любой процесс запуска чего-то в реальности, чтобы оно развернулось, это два шага. Первое, это нужно выбрать, а второе, знать, как запустить. Все. Вот. Очень часто, когда мы сталкиваемся с какими-то тупиковыми ситуациями, мы зависаем в ситуации переваривания, и мы не выбираем, то есть выбора не происходит, вот почему, как бы, очень это самое, и мы в ней колбасимся, либо есть какая-то косвенная выгода, которая нас удерживает от того, чтобы менять эту ситуацию, то есть вот, ну, очень часто, отношения уже изжили себя, но женщине тяжело финансово там подтянуть детей, и она терпит, приспосабливается максимально, вот, не делает выбор расстаться, вот, ну, или потом, как только немножко у нее, ей стало полегче, расстается, уже в этот момент дети немножко подросли, ну, и миллион разных других ситуаций, вот, и про, да, значит, про этих, про энхианскую магию, был такой английский мистик, математик, которого звали Джон Ди, это, это математик, астроном, значит, он сделал в 16 веке некоторое подобие шахматной доски, магической, необычной, а магической, и он первым, практически первым пришел к пониманию, что некоторые процессы можно запускать и программировать во Вселенной, на индивидуальном уровне, на таком, на более, как бы, глобальном уровне, вот, и пытаться, значит, запустить этот процесс, влиять, вот, и, в частности, на вот его технологиях пришла к власти королева Елизавета Английская в 16 веке, и после прихода к власти он стал ее фаворитом, вот, это был очень такой сложный период в истории Англии, потому что была борьба на тот период такая очень острая, кровавая между католиками и протестантами, вот, и до королевы английской, соответственно, была Мария Тюдор, это эти самые католики, тогда он, ну, можно сказать, ему повезло, он просто там случайно выжил, да, в период Марии, вот, но во времена Елизаветы, когда она пришла к власти на его технологиях, значит, он уже был фаворитом, и считается, что до сих пор доска, значит, магическая доска в, значит, в дворце королевы присутствует, на ней делаются ходы каждый день, вот, потому что история Англии вообще связана с тем, что вы такими, как бы, знаниями, да, такого содержания, Англия никогда не пренебрегала, многие ордена известная являются, ну, их родиной порождения является Англия, вот, поэтому, ну, скажем так, может быть, ходы, это, это, по сути, это магия элит, вот, но в варианте вот серфио Магания и в варианте, который я буду преподавать на курсе, это максимально все упрощено, стандартизировано до простого человека с его запросами и, значит, тем более, особенно ценен курс, приходите узнать ту, по той цене, по той самой дешевой цене, которая на данный момент доступна, потому что так, по этой цене уже не будет никогда, он будет только дороже, вот, значит, это я про Кармин рассказал, Кармин просто, просто можно делать, значит, шахматы вести не только для себя, а для другого человека тоже, вот, если кто-то там не разобрался или не хочет, или это какой-то бизнесмен, или там бизнесвумен, да, она может оставлять запрос профессиональному игроку в шахме, ты говоришь, я хочу, чтобы у меня прошла такая-то сделка в бизнесе, да, например, и поняв структуру запроса, та же Кармин, она запускает, например, для того, чтобы человек, конкретный, на которого она работает, вот, он встретил, ставится фигура короля на один из уровней, на одной из диагональ, да, и она начинает двигаться по кругу, в противоположную сторону ставится фигура пешки, запрограммирована с теми качествами, которые нужны этому бизнесмену, или бизнесвумен, для того, чтобы прошла сделка, то есть, как бы очень часто нужно, чтобы просто нужен человек встретился в бизнесе, просто на данном этапе он встретился, вот, и они, когда они двигаются по кругу, вот эти фигуры, они встречаются, у них пути пересекаются, такое, как бы, пересечение происходит в реальности, вот, и вот на, она так работала тоже с бизнесменами, она один раз поставила условия, сказала, бизнесмены были уровня какого, аэропорт, Мехико-Сити, и вот эти все авиакомпании, там, какой-то, менеджеры высшего звена, вот, и она сказала, я хочу дом, хочу жить вдовьем, потому что, особенно мексиканцев, у них это вообще развито и принято, они такие, немножко колокрестьяне люди, они любят свой какой-то кусочек земли, вот прямо, да, именно дом свой, не многоэтажку, да, не многоэтажки жить, а именно в своем, там, доме, там, двухэтажном, там, одноэтажном, каком-то, да, вот, и она поставила условия, они сказали, если эта сделка пройдет, значит, а они просто деньги не раздают, то есть вероятность была, видимо, очень такая, ну, невысокая, очень маленькая, и было очень сложно это все, но она запрограммировала, все случилось, там, какая-то конституционная сделка, все, она ей, так сказать, она так приобрела дом, она является этим самым, и до сих пор, это ее основной, как бы, в деятельности, она программирует шахматы для других, по их запросам, значит, расскажу дальше в двух словах, значит, вот эти уровни, чем они характеризуются, вот это работа с элементами, выравнивание к балансу, да, привод состояния элементов в теле, следующий уровень, где 12, это зодиакальное созвездие, это программирование по зодиакам, следующий 20, это семиэклиптика, семиэклиптика, это такое понятие, когда туда входят три небесных тела, это Луна, Венера и Меркурий, то есть, это такое понятие, когда, например, Венера, да, или Меркурий, тот же, или та же Луна, они встают в особые дни, когда такое тело встает между Землей и Солнцем, если посчитать количество в году таких позиций, то получается просуммировать по этим трем телам, их получается 20, то есть, по сути, это программирование на энергиях совместных, Луны, Венеры и Меркурия, значит, 28, это цикл Луны, стандартный, значит, 28 все считают число Луны, семерка числа Луны, потому что у Луны 4 фазы, это молодая растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна, и новолуние, вот, и все, значит, запросы, связанные с, с Луным циклом, они будут программироваться вот на этом комплексе, где 20, с 20, у нас идет, значит, а, 28, где 28, 28, это цикл Луны, за 28 идет 36, 36, это тот же зодиакальный год, только разбитый на, когда зодиакальный месяц разбит на 3 периода, у них есть понятие декады, то есть, первые 10 дней зодиакального месяца, вторые 10 дней, и третьи 10 дней, и, соответственно, вот тут, если посмотреть на картинке, видно, что вначале 3 Овна, это 3 декады Овна, потом 3 Тельца, 3 декады Тельца, да, потом 3 Близнеца и так далее, это программирование на декадах, на определенном, есть программирование на определенный, как бы, определенный тип запроса должен падать на определенную декаду, такая фишка, как бы штука, значит, 44, это Юпитер, это в основном, когда вот бизнес-мер прет, пошел бизнес, хорошо там сотни, не знаю, там подписчиков, там или там онлайн, участников онлайн-курса, им нужно, чтобы он дальше в этом струе оставаться, и как бы укреплять, грубо говоря, вот там, как у Кет идет хорошо курс, чтобы еще было больше, это Юпитер, 44, 52, это практически, ну, не любого типа, но очень большое количество разных запросов попадает в 52, потому что это у них число на Гуаля, и 60, это Сатурн, 60 Сатурн, это отсекающие программы, когда нужно жестко, вот буквально от чего-то избавиться, это все на Сатурне, значит, делается, значит, когда происходит программирование на шахтной доске, на, выбираются типы запросов, выбираются уровни, на которых будут происходить движения, параллельно, по разным запросам, программируются фигуры, то есть король всегда выбирается как фигура, которая будет репрезентативна тому человеку, который играет в шахматы, то есть творит свою индивидуальную реальность, неважно, мужчина это женщина, это всегда фигура короля, его физическое тело, так скажем так, потому что ферзь, это его тело сновидения, а вот физическое тело, это король, то есть на доске есть несколько запросов, может быть не один король, а несколько, то есть четыре короля, по-моему, может быть максимум, вот, соответственно, конь, это всегда фигура, то есть всегда за королями будут двигаться кони, это защита, защитную функцию, она носит конь, в виде такого, как бы, креста такого, Г-образного, он вместе с королем будет двигаться, конь, значит, может быть два слона, все пешки, это те люди, которые должны, ну, в жизни встречаться, наделенные какими-то качествами, и тура или ладья, это фигура, на которой минимизация происходит деструктивных паттернов, паттернов, то есть то, что деструктивно, его хочется минимизировать и вывести, это все делается на туре, играть можно раз в день или раз в неделю, вот, а не пропуская, жадная не пропуская, ну, бывает по-разному, конечно, но можно не пропускать, жадная не пропускать, ни один день, вот, и что еще, такую доску можно изготовить самому, то есть у нас начнется курс, и доска будет только в блоке номер 3, то есть начнется только через 8 занятий, а за эти 8-10 занятий я расскажу варианты, как ее можно делать, потому что Янглер ее приобрел, моя доска ее приобрел, и она у меня появилась буквально пару дней назад, вот, можно из, лучше всего из натуральных материалов, то есть в основном дерево и металл, а конкретно особенно металл, особенно если на магничный металл, потому что вот это вот на магничная доска, имеется в виду, и допустим так сейчас сделаю, то есть что я сделал, я зашел просто в интернет, чтобы не тратиться на это сильно, сделать максимально бюджетным для самого себя, вот, и значит, в гугле вбил магнитная шахматная доска, то что я вбил, и выпали ссылки, которые показывают, где там через интернет, можно заказать с картинкой, вот видно, что это магниты, а, они отталкиваются здесь, слушайте, как интересно, вот это вот притягивается, ладно, значит, с магнитом связано, где плюс, где минус, как интересно, как это у них сделано, тогда на уровне доски у них должно быть, там и так, то есть если я вот так вот поставлю, вот она стоит, видно, да, не знаю, видно, нет, видно, да, вот она стоит там, то есть я могу повесить ее на стену, на восток, со стороны востока нужно играть, вот, и, соответственно, все фигуры поставить, и просто перед сном каждый вечер двигать их, меняя программу, потому что что-то меняется в жизни, и нужно положить прежнюю программу, и новую добавлять, вот, и как бы очень такой хороший вариант, потому что это магнит, а саму эту вот доску я как бы сам просто сделал, сам рисовал, долго, так сказать, там вечера три, наверное, мучился рисовал, но она доступна, сейчас я вам покажу, группа, ну, 15 человек, которые идут, по ним уже группа создается, и просто я пасту такидаю, вот этот вариант доски, который у нас в группе, как бы виден, его можно скачать, либо я могу по e-mail послать, вот, но в итоге это вот так вот будет выглядеть, то есть, в конечном варианте, можно промасштабировать под более маленькую доску, потому что, сейчас я покажу, объясню, потому что, в принципе, я думаю, это моя первая доска, но она не самая лучшая, как вариант, почему не самая лучшая, она немножко тяжеловатая, большая, большая очень по размеру, я бы предпочел вариант, вот буквально по контуру вот такой, или чуть-чуть меньше, потому что, чем будет вариант чуть меньше, он хорош, если куда-то уезжаешь в отпуск, или еще куда-то, и, естественно, желательно взять эту доску с собой, и также программировать в отпуске, не делать перерывы, или там на каникулах, или еще где-то, поэтому, это как бы максимально возможный вариант доски, но лучше иметь его поменьше, вот, вот, содержание третьего блока, в принципе, я рассказал то, о чем я хотел, вроде бы все осветил, если вы идете на этот курс по 5200, то нужно написать рублей в месяц, нужно написать сегодня до окончания дня, просто мне сообщение, а сама оплата может быть произведена в течение всего февраля, и первых двух недель марта, потому что, ну, как я сказал, курс только в марте, у нас стартанет, но, но о том, что вы идете, нужно было написать сегодня, потому что с завтрашнего дня цена, соответственно, 10% повысится, на курс, вот, может быть, есть какие-то вопросы по содержанию, там, блоков, сессий, режима, как мы будем работать, либо, еще какие-то, а, сейчас время задать, что-то, Продолжение следует...